Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии. И сегодня у нас тема Марс делает ингрессию, переходит в знак Льва. И это событие происходит 4 ноября в 7.10 по московскому времени. Марс будет усиливать свои позиции на небе, переходя в этот энергичный огненный знак Льва. И наши действия становятся более яркими и демонстративными. И захочется показывать всю свою мощь и силу, и силу своих достижений и талантов. Это очень хороший период для таких творческих проявлений, для каких-либо амбициозных планов и действий. И здесь плюсы в этом знаке заключаются в том, что у нас повышается уверенность в себе, в своих силах, в своих действиях. И растет умение проявлять лучшие качества в работе. Наша эмоциональная составляющая сила и страсть здесь играет очень яркими красками. И особенно это отражается в личных отношениях. Это время лидеров и королей, людей сцены, шоу-бизнеса, а также творчества и власти. Ну и также время яркого пиара, шоу, громких выступлений, спортивных поединков и соревнований, вызывающих всеобщее восхищение и внимание. Также очень ярко Марс будет проявляться и в каких-либо конфликтных ситуациях. Ведь здесь стремление побеждать, здесь Марс действует очень активно, напористо и со своим достоинством, смело, открыто и способен долго выжидать, а затем совершать резкий прыжок и добиваться своего. Конечно же здесь будут проглядываться лучшие тренды этого периода, такие как великодушие, щедрость, веселье, долгое творческое горение, отвага. И здесь худшие тренды могут быть в том числе, они могут проявляться через агрессивность, гневливость, через эгоцентризм, через зависть, несчастье. И также могут быть какие-либо конфликты, как в обычной жизни, так и в шоу среде, и в бизнесе, и в повседневных, каких-то даже рутинных делах. В гороскопе ингрессия Марса в знак Лев сохраняется расходящаяся позиция с Плутоном в Козероге. И между ними состоит рецепция по экзальтации, что включает очень мощные энергии. И это говорит о том, что всплеск и взрыв активности больших масс мы можем наблюдать, и также активная риторика вокруг каких-либо военных действий. Здесь, надеюсь, все обойдется, конечно же, без каких-либо эксцессов. Но в целом какие-то неожиданные ситуации могут и происходить в связи с какими-то катастрофами. Тоже этот момент землетрясения, катастрофы, все это может проявиться через вот эту вот оппозицию, несмотря на то, что она и расходящаяся. Здесь нужно понимать, что Марс у нас является очень активным там, где живет наша солнечная энергия во Льве. И здесь складывается взаимодействие между Марсом и Солнцем. И тут магический аспект 102 градуса. Поэтому может означать, что мы можем быть какими-то свидетелями каких-либо чудес, либо вмешательства какого-то события. Марс может быть связанно с борьбой, с соревнованиями. И многое будет зависеть от наших лидеров, которые способны проявлять себя. И, конечно же, мы будем надеяться, что все это будет в положительном ключе. И Марс до 2 декабря будет в директной фазе. А после 6 декабря он начнет разворачиваться в ретроградное движение. И до 6 января 2025 года он будет находиться в знаке Льва в ретроградном движении. Но также уже далее, после 6 января, он переходит в ретроградном движении в знак Рака. И там будет продолжать свое ретроградное движение до февраля 24 числа. И здесь Марс пройдет с 1 по 7 градус Льва. У кого-то в этих градусах, если есть Солнце или важные какие-либо планеты, это, конечно, может задеть вас. И вы можете ощутить это время, всплеск большой какой-либо активности, инициативности. Но здесь может быть и какие-либо поспешные дела, необдуманные действия. За что, возможно, придется отвечать при ретроградном транзите, когда Марс пойдет в ретроградное движение. В целом со Львом связан у нас шоу-бизнес и какая-либо монаршая власть. И в этот период деятели шоу-бизнеса, королевские особы, могут столкнуться с массовым каким-то хейтом, возможно, агрессивной какой-то энергией, особенно во время ретроградного движения. Мы можем это, конечно же, очень даже наблюдать в пространстве. Здесь нужно будет отметить, что в этот период марсианской энергии будут уместны покупки. Какие-либо дорогие вещи для удовольствия и повышения статуса, модные вещи, дорогие игрушки, аксессуары, спортивные машины, элитная техника тоже очень сильно нас будет вовлекать вот этой марсианской энергией. Какие-либо уместные действия здесь очень даже будут проглядываться через занятия спортом для удовольствия. Общение с вашими детьми будет также очень наполнять вас ресурсом. И особенно с мужским полом, сыновьями, внуками. Здесь также может быть организация детских, спортивных праздников. Минусы же этого периода это то, что могут быть большие траты на развлечение и удовольствие, на опасность прожигания состояния. Ведь здесь у нас затрагивается марсианская энергия вплоть до Нового года. И могут обостряться в минусе еще также болезни сердечные, один из возможных минусов данного положения. Ну и также нужно следить за повышенной азартностью, авантюризмом, игроманией. Важно не становиться рабом азарта игры, как финансовой, так и спортивной. И также нужно учесть и любовную какую-то, сексуальную игру. Здесь тоже может дать о себе знать. Обратите внимание на то, что здесь тема может уходить также и в проблемы, и в конфликты, и в бурную активную нашу жизнь. Может вмешаться эта энергия, связанная с темами детей, школ, отдыха. А также артисты сцены тоже может все это проиграться как в минусе, так и в плюсе. Поэтому прорабатывайте свою спортивную энергию активно через спорт, через активные походы, увлечения какой-либо спортивной тематикой. Все это будет во благо. Здесь в этот период марсианской энергии во льве стоит обратить внимание на то, что у нас может расти активность и вносливость, способность выдерживать большие нагрузки. Здесь лев это знак фиксированный, а значит проще могут даваться продолжительные во времени действия. А также очень положительно может быть стремление делать то, что приковывает к нам внимание, желание быть в центре. И для тех, чья работа или повседневная активность связана с получением внимания, период очень даже благоприятный. Хорошо для любых дел, где важно показать свой индивидуальный стиль, авторство, в творческих сферах. И там, где имеет значение лидерство, организационные вопросы, руководство, сейчас легче дается принятие решений. В минусе могут проявляться, конечно же, амбиции, самоутверждение, стремление переплюнуть всех и заявить о себе. В целом может быть гонка за успехом. Захочется наводить внешний лоск и забыть даже о содержимом. Блески, мишура вместо пользы действий. Также нам захочется больше похвалы и восхищения всем тем, что мы делаем. В минусе это даже может быть хвастовство, что может играть и не совсем на руку нам. И в минусе может быть слишком сильная самоуверенность и неприятие критики со стороны. Очень болезненные ощущения, когда кто-то хочет бросить тень на плоды наших дел. Здесь нужно действовать играючи и творчески, при этом уверенно и с достоинством. Больше делиться с другими и дарить им то, что у нас хорошо получается. Самое главное искренне и от сердца. Так играет энергия этого знака льва. И конечно же с благородством, с достоинством проживать этот период. Можно сказать и по-царски, но конечно же здесь все должно быть в меру ваших возможностей, ваших амбициозных планов. И вот эта ситуация, когда мы будем наблюдать особенно ретроградную петлю Марса в знаке льва, она продлится до конца 6 декабря начнется и до 24 февраля 2025 года только закончится. В этот период мы должны будем, конечно же, обратить внимание на решение каких-либо старых проблем, на завершение каких-либо важных задач, которые требуют активного вложения действия нашей активной деятельности, коммуникации, сосредоточенности. И здесь самое главное не упускать эти возможности, которые приходят к нам. Ну и уходить от негативных моментов, которые я уже перечислила. Вот такая вот энергия очень сильно активная, достаточно напористая будет в этот период, особенно когда мы будем наблюдать эту львиную энергию марсианской природы. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы все это прорабатывать себе в плюсовые энергии, прорабатывать свои активные планы и задачи во благо не только себя, но и своего окружения. И пусть все то, что вы задумали, непременно сбудется и завершится то, чему суждено завершиться. И самое главное в позитивных энергиях, а не в агрессивных, которые может этот период преподнести вот эта петля Марса, пока она проходит тройную петлю. Удачи вам, дорогие мои, всех благ, и пусть все будет в итоге нам во благо и на благо. Всех благ и до новых встреч в эфире!